Ну, скорее всего, да, и об этом должна разбираться военная прокуратура. Я никаких комментариев тут именно по этому вопросу дать не могу. Ну, машины ломаются, иногда они попадают в аварии. Дорога очень сложная, на которой автобус попал в аварию. Я сейчас точно не соображу, на каком именно участке, но ездил я по этой дороге, когда она еще не была нормально заасфальтирована. Но в любом случае дорога очень специфическая. И очень печально, что это произошло. Но, опять же, я практически никак не могу это прокомментировать. Конечно, это трагедия, что в результате аварии погибает 6 российских офицеров, 16 раненые. Должна разбираться военная прокуратура. Южная Осетия – точка государства для нас очень важная. Тем более, в условиях, скажем так, тех событий, которые происходят в Закавказье, которые происходят вокруг Турции, события, которые происходили в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Соответственно, военные там очень нужны, российские. Они понадобятся. Их будет только больше, они будут сильнее. И идея в том, что на Кавказе у российских военных должно быть все хорошо. И когда разом гибнут в небоевых условиях столько офицеров и столько получают травмы, это значит, что у военных на Кавказе не все хорошо. И не по вине, собственно, самих людей, которые пострадали. То есть с этим надо разбираться. Условия жизни, службы в таких регионах должны быть комфортны, идеальны и безопасны во всем, что не касается прямого исполнения обязанностей.